МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередные корректировки. Республиканский бюджет направляет средства на повышение зарплат и инновационные технологии. Поздравление языком жестов. В Доме правительства чествовали лучших сурдолимпийцев и их тренеров. С прицелом на НХЛ детская сборная «Спартака» продолжает завоевывать престижные награды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполнение бюджета за первые полугодия 2013 года обсуждали сегодня на заседании правительства. Доля собственных доходов в республиканской казне в этом году возросла на 4,5%. Бюджет исполнен с профицитом. Однако некоторые статьи доходов снизились. Подробности далее. В этом году поступление в бюджет станет меньше на 900 миллионов рублей. Эта цифра складывается из-за снижения отчислений на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты, а также акцизов на пиво. В июне остановил работу завод Сан-НБЕФ. Недобор в собственных доходах в текущем году ожидается порядка 993 миллионов рублей. Но этот недобор будет перекрываться налогом на имущество организации. По данным ОФНС России по Чувашской республике перепоступление ожидается порядка 340 миллионов рублей. Бюджет республики в этом году должен обеспечить и повышение заработной платы педагогическим и медицинским работникам. Глава Чуваши поинтересовался, за счет чего будут производиться выплаты и хватит ли средств. Основным источником покрытия является бюджетный кредит. Недавно получили бюджетный кредит в порядке рефинансирования 350 миллионов рублей. В текущем году еще предстоит погасить 500 миллионов. Также источником покрытия являются входящие остатки. На 1 январе 2013 года предусмотрено поступление порядка 370 миллионов от продажи акций и привлечения кредит в кредитных организации. Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы Светлана Аристова рассказала, что в бюджет республики поступила задолженность от Волжской текстильной компании. В августе мы назначили 5 систематических проверок, в том числе и тракторный завод, где видим большие недоплаты налогового дохода физических лиц. Члены правительства заслушали программу развития транспортной системы Чуваши до 2020 года. В программе отражен проект строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург. 130 километров трассы будет проходить по территории Чуваши. Заслушав доклад, Михаил Игнатьев просил Министерство транспорта еще раз прописать в программе источники финансирования. По инвестициям, то, что пойдет и через бюджет, через государственные коммерческие банки, через российские железные дороги, не указали. Всего сумма там в федеральном бюджете 874. Указывайте. По сути дела, мы же говорили с вами, один километр трассы, но это ориентировочно, предварительно, один миллиард рублей. 120 километров по нашей территории, это примерно 120 миллиардов рублей, включая в небюджетные точки. Но чисто бюджетные составляющие президент Российской Федерации на эту дорогу, сколько выделяется, уже назвал. Кроме того, программа предусматривает внедрение системы ГЛОНАСС, переход транспорта на газомоторное топливо, снижение количества дорог с низким качеством покрытия. Общий объем финансирования программы на 7 лет – 39 миллиардов рублей. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. На заседании Кабинета министров глава Республики сообщила о двух новых проектах по созданию колл-центров, которые будут реализованы в Республике Банком ВТБ-24 и Банком Развития. Департамент клиентского обслуживания откроется в столице Чувашии в 2014 году. Чебоксары были выбраны правлением банков из-за недорогой рабочей силы и транспортной доступности. В общей сложности в двух колл-центрах планируется создать почти 2500 рабочих мест, в основном для молодежи. 16 августа Минздрав соцразвития Чувашии совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования проводит «Горячую линию», посвященную диспансеризации населения в 2013 году. Вопросы можно задавать по телефону 62 30 32. К другим новостям. Только вперед и ни шагу назад. С таким настроением вернулись наши спортсмены, участники Сурдолимпийских игр 2013 года, которые проходили в Софии, в Болгарии. Андрей Андреев, Иван Пакин, Анастасия Седова, Анастасия Мамлина, их тренеры, глава республики и представители Минспорта собрались за круглым столом, чтобы подвести итоги спортивных состязаний. Чувашские спортсмены завоевали на Сурдолимпиаде 4 медали – 2 серебряные и 2 бронзовые. Первую награду в копилку чувашской команды принес легкоатлет Андрей Андреев. Бронзу он завоевал в беге на 1500 метров. Затем выиграл серебро в беге на 800 метров. Еще одно серебро Болгарской Сурдолимпиады у Ивана Пакина. В прыжках в длину он достиг отметки 7 метров и 35 сантиметров. Это первая сурдолимпийская медаль в копилке спортсмена. Готовились долго, очень хотели попасть на Сурдолимпиаду. На это ушло очень много времени, очень много пахот на треневых. Ну вот, видите, получилось. Сделали все, что смогли. Показали личный рекорд. Бронзовую медаль добавила в копилку российской сборной и чувашская бадминтонистка Анастасия Седова. Третье место она добыла в паре с уроженцем Чуваши, но выступающим за другой регион Михаилом Ефремовым. Конкуренция среди спортсменов-бадминтонистов в этом году была очень сильная, говорит тренер Надежда Тонина. Азиаты были главными нашими соперниками. Все же результатами подопечных она довольна. На этой Олимпиаде в Болгарии и в Софии мы заняли в 2013 году 11 медалей. А всего комплекта было 24, считайте, половина в нашей сборной. Главную награду спортсмены получили еще в Болгарии. А сейчас благодарность за заслуги перед республикой от первых лиц. Глава республики также вручил тренерам и их подопечным денежные сертификаты. Я выражаю искренние слова благодарности и спортсмена, и тренера за вашу эффективную, результативную работу. И надеюсь, что в дальнейшем тоже так же будете показывать соответствующие свои результаты. И за вами потянутся другие молодые юноши и девушки. Эти молодые юноши и девушки не собираются останавливаться на достигнутом. Впереди их ждут изнурительные тренировки. Но вместе с тем новые соревнования и новые победы. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Трофимова, Республика. И как давно интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Деятельность отдела Ка не иначе, как требование времени. Насколько стремительно развивались технологии, настолько и работа отдела становилась все более разнообразной и непредсказуемой. Мошенники все чаще стали придумывать различные ухищрения для получения сиюминутной прибыли. Еще в 90-е годы они умудрялись говорить по телефону за чужой счет и незаметно забирать деньги. С каждым годом список уловок заметно расширяется. И сотрудникам отдела просто необходимо идти в ногу со временем. В сферу деятельности нашего отдела также входит и борьба с преступлением в сфере информационной. В среде это как раз преступления, связанные с распространением информации, с кражей информации через сеть интернета, в том числе с компьютерной какой-то техникой и так далее. Далее борьба с родоносными программами. Это значит распространение родоносных программ, создание таковых. Начальник отдела Валерий Чернов в очередной раз напомнил о мерах предосторожности. Банковские карты мошенники легко могут украсть из кармана, сумки, машины и даже квартиры. А порой они используют специальные накладки на банкоматы, которые легко вчитывают необходимую информацию. Сотрудники отдела К работают так же скромно, как и отмечают в свой профессиональный праздник. Как таковых мероприятий особых не будет. Мы не нацелены на широкомасштабные какие-то действия, там запуск салютов и шариков. В нашем случае мы просто-напросто работаем, работаем, еще раз работаем. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Добрые дела на благо города и его жителей. В городской администрации подвели итоги конкурса «Общественное признание-2013». «Человек года», «Настоящий хозяин», «Беспокойные сердца» – это только часть номинации конкурса «Общественное признание-2013». Основной критерий – проект должен быть полезным для столицы, республики и горожан. Вот уже пятый год подряд в рамках проведения Дня города Чебоксары активные горожане, предприятия и организации принимают участие в этом мероприятии. В золотом фонде конкурса за четыре года почти 300 имен победителей и лауреатов. В этом году он пополнился. Человеком года стал майор полиции Сергей Иванов. В июне этого года ему удалось предотвратить ужасные последствия ДТП с перевернувшимся бензовозом на трассе М-7 около поселка Новые Лапсары. «Славься, славься, из рода в род! Славься, деликий наш русский народ! Право всех души на краю родной! Зажаясь, плаща, нам отучи в бой!» Среди победителей других номинаций и предприятия республики, и председатель ТСЖ, и педагог детского сада. И не важно, что кто-то побеждает, а кто-то просто остается в ряду участников. Все неравнодушные продолжают вкладывать силы в развитие своего города. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика Вместо родных и близких люди в форме. Вместо цветов, хлеба и соли – данные о задолженности. Накануне в Чебоксарах судебные приставы встречали и провожали пассажиров железнодорожного вокзала и аэропорта. В руках тяжелый багаж, а на совести тяжкий груз, непогашенные долги. Таких пассажиров поезда «Москва-Чебоксары» сегодня встречали судебные приставы. Сот рублей исполнительский сборок, на протяжении свыше пяти дней. Но за сканью славь налогов и мощных долг. Драбольные трубы не уплатились. Для тех, кто не захотел расставаться с долгами прямо на перроне, путешествие продолжилось. На этот раз в районный отдел судебных приставов. Впрочем, ездят должники не только железнодорожным транспортом. Так, сумма в несколько десятков тысяч рублей едва не помешала подняться в воздух жительница Чебоксар, которая направлялась в Анталию. По данным приставов, она задолжала ТСЖ более 50 тысяч рублей. Удивительно, но когда отпуск оказался под угрозой, необходимая сумма сразу же нашлась. Подобные рейды проводятся регулярно. И приставы не стоит напоминать. Чтобы не возникало таких проблем, проверять свои долги и оплачивать их перед предстоящими поездками. О задолженности можно узнать на сайте приставов. Они еще не третяки и не хорламовы, но к своей мечте уже сделали шаг. Детская сборная Чебоксарского клуба «Спартак» на протяжении нескольких лет штурмует престижные турниры. Недавно ребята привезли на родину чемпионский кубок из города Казань. Хотя любая победа юным спортсменам дается дорого. С одной из самых молодых ледовых дружин республики познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. На поле они играют по-взрослому. Правда, в раздевалке, шнурке на коньках им пока помогают завязывать родители. Когда-то эти ребята за хоккейными матчами наблюдали только по телевизору. А теперь и сами выходят на лед. В составе этой команды самые обычные школьники. Компьютерные игры для них теперь не увлечение. Свободное время они занимают только тренировками. Настроение зависит, бодрое. Тренироваться, дети любят. Отходим, тренируемся. Свой путь в большой спорт они начали с больших побед. На полке в кабинете тренера уже не хватает свободного места от кубков. Недавно ледовая дружина отыграла победную серию в Казани. Ребята забрасывали шайбы даже в ворота детской сборной Акбарса. Это чемпионат. Юные спортсмены запомнят надолго. Ну, с Казани очень, они сильные очень. И поэтому надо было все силы выложить на эту игру. На тренировках детской сборной почти армейская дисциплина. Слово преподавателя здесь никто не обсуждает. Ребята занимаются по необычной методике. На льду они отжимают прессы и даже садятся на шпагат. За бортиком катка за своими чадами наблюдает другая дружина – отцовская. Родители говорят, что ни разу не пожалели, приведя своих детей в хоккей. Пока идет хоккей на пользу. Как только хоккей начнет снижать успеваемость ребенка в школе, я думаю, будем уже рассматривать, что-то выбирать. Поэтому приоритет, естественно, это учеба. Родители – не только ярые фанаты, но и главные спонсоры команды. Детскую сборную никто не поддерживает. Раскошеливаться приходится и на форму, и на поездки. Хоккей – игра не дешевая. Не каждый родитель может позволить потратить, ну, образно. Сейчас вот еще они маленькие, одни они не могут уехать. То есть родители боятся отпускать. Соответственно, папа или мама едет в поездку. То есть это надо как минимум тысяч десять. То есть на ребенка и на себя. Но затраты оправдывают результат. У ребят есть потенциал. А кто-то уже задумывается об НХЛ. Эти мечты становятся реальностью с каждым выигранным кубком. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. У православных сегодня большой праздник. Происхождение честных древ животворящего креста. Больше известный как первый или медовый спас. Сегодня во всех храмах освещали мед первого урожая. Медовым спасом начинается двухнедельный успенский пост. Хотя и строгий, но не такой тяжелый, как зимние и весенние посты. В августе уже достаточно овощей и фруктов. Спустя неделю можно будет вкушать и яблоки. Сам же медовый спас называют еще маковым, лакомкой, спасом на воде в честь малого водосвятия. А завтра в рамках празднования дня рождения города Чебоксары мы приглашаем всех горожан на самое жаркое спортивное соревнование этого лета. Акцию «Бегом на шпильках». Мы ждем зрителей и гостей столицы старше 18 лет с паспортом и в обуви на шпильках не менее 8 сантиметров. Регистрация участников начнется в 16.00 в речном порту около кафе «Керосинка». Праздничный концерт в 18.00, сам забег начнется в 19.00. Торжественный старт даст двукратная олимпийская чемпионка Олимпиады Иванова. Не пропустите. На этом я с вами прощаюсь. Будьте в форме и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин